МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все самое важное, что произошло в регионе за последние 7 дней, обсуждаемые темы, однако сегодня без эксклюзивного интервью. Здравствуйте, дорогие телезрители! Это итоги недели. Я ее ведущая, Саня Огжасарова. Новому кораблю новое название. Самая крупная политическая партия сменила название. Писать про свободу или быть свободным. Праздник цветов и подарков. Самая крупная казахстанская политическая партия Нуратан больше не звучит как прежде. Изменилось название на Аманат. Об этом стало известно на 22-м внеочередном съезде партии. В его работе приняли участие 399 делегатов, представляющих каждый регион нашей страны, в том числе делегаты из Акмолинской области. До съезда постановлением Полицовета партии была утверждена повестка. Это два вопроса. Первый – внесение изменений в состав политического совета партии. И второй – модернизация партии Нуратан. О смене названия никто и не предполагал. Но, как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет. Президент обозначил новые направления развития в построении нового Казахстана. Смотрим. Начнем с названия партии. Таким образом, название политической партии меняется в третий раз. Впервые, когда была сформирована партия, это в 1999 году она получила название ОТАН. Позже, в 2006-м, ОТАН преобразовалась в Нуратан. И вот спустя много лет президент страны дал новое название партии – Аманат. В своем выступлении на внеочередном заседании 22-го съезда партии Касым Жамартукаев отметил большое значение этого слова. Бұл еліміз үшінде, ұлтымыз үшінде, айрықша мәні бар хиелі оғым. Еге мендігіміз, елдігіміз бен бірлігіміз, кен байтақ жеріміз, бізге бабалардан жеткен Аманат. Осы қастерлі құндылықтарымызды көздің қарашығында сақтап, болышаққа мирас етуіміз керек. Бұл еліміз үшінде, ұлтымыз үшінде, ұлтымыз үшінде, ұлтымыз үшінде, айрықшығында сақтап, үшінде, айрық үшінде, айрықшығында сақтап. Бұл кайдақшығында сақтап. Новое название с воодушевлением принято делегатами-участниками съезда. Они уверены, что название, имеющее историческое значение и глубокий смысл, еще больше оживит работу партии. Аманат – это наследие наших предков. Мы ее должны беречь, как зеницу ока. Это то, что мы должны передать нашему поколению. Ведь миссия нашей партии – это сберечь стабильность, укрепить общественно-политическую ситуацию, социально-экономическую ситуацию, укрепить устои нашей независимости, формировать новый патриотизм. Кроме того, председатель партии Касым Жумар Тукаев жестко раскритиковал бюрократию, подчеркнув необходимость избавления от бумажной волокиты. Глава государства обозначил семь направлений модернизации партии. Главный акцент – сделан на открытость и доступность. Третье направление – принцип открытости. То есть, если до этого партия была в тесном контакте с народом, то нужно это усиливать дальше. Это значит, что нужно решать проблему людей в соответствии с требованиями. Кроме того, на нет должны сойти отчеты для отписки. Их наличие подрывает доверие к партии. Партия не должна увлекаться популизмом, обещать невыполнимое, а затем бить по голове премьер-министра и членов его кабинета, требуя нужные цифры. Так рождается скепсис и недоверие людей к партии. Теперь Акимов районов будет избирать сам народ. Эта политическая система была внедрена в прошлом году. И впервые сельские Акимы были избраны самими казахстанцами. Как будет проходить политическая кампания, глава государства озвучил и эти аспекты. На сегодняшний день по всей стране уже избраны главы более 900 сельских округов. Большинство из них – наши партийцы. До конца текущего года выборы пройдут еще в 293 округах. А в скором времени мы перейдем к прямой выборности районов Акимов. Чаяния казахстанцев должны быть в центре внимания властей. Поэтому глава государства ввел концепцию слышащего государства. Теперь партия будет работать над этой концепцией, потому что к партии приходят за помощью. Так только в одном Степногорске в прошлом году за поддержкой обратились около 400 жителей. За 2021 год было проведено 139 приемов граждан с общим количеством, принято в ходе приема 343 человека. Решены положительно 234, даны разъяснения 106. Приемы проводятся в онлайн-режиме и в мессенджерах WhatsApp. На сегодняшний день по республике зарегистрировано более 4,5 тысяч первичных партийных организаций. 274 из них приходятся на Акмолинскую область. Тем не менее, работа некоторых первичных партий неутешительна. Поэтому территориальные филиалы партии Аманат возобновляют списки. В этой связи в целях эффективного введения работы 17 первичных партийных организаций Буландынского территориального филиала мы намерены сократить до 12 первичных организаций и активизировать их работу. Думаю, что партии нужны не только квалифицированные и грамотные специалисты, работающие в разных сферах, но и душевные, отзывчивые, верные своему делу члены. Еще одно серьезное решение – пересмотреть и изменить программные документы партии. В устав партии внесены изменения, решен ряд вопросов. Председатель областного филиала партии отметил, что все вопросы, поднятые на съезде, будут освещены. За прошедший месяц между двумя съездами в целом по стране была проведена большая аналитическая работа, о чем отметил в своем выступлении Хасин Джимар Кемелович, в которой приняли участие и партиицы нашей области. По поручению главы государства в рамках мероприятий по перестройке партии на мягчение месяца была переформатирована работа председателей первичных партийных организаций, секторов учета территориальных филиалов партии по изменениям уплаты членских взносов. За два месяца этого года план по взносам выполнен на 108%. Добавим, в Акмолинской области в составе партии более 38 тысяч членов. Теперь и они заинтересованы в решении вопросов, поднятых президентом на съезде. Фраза известная наверняка на всем постсоветском пространстве. Спасибо деду за победу. Как емко, содержательно и глубоко. И я продолжу. Спасибо Апашке и Аташке за воспитание. Спасибо маме за свободу выбора и возможность идти дальше. Спасибо Всевышнему за улыбки детей. Спасибо казахстанской земле за независимость и возможности. Спасибо за удачу, случайное попадание в журналистику. Спасибо, спасибо, спасибо. В День Благодарности 1 марта по всевестно звучали слова благодарности за разное и каждому. Чаще казахскому народу. За сострадание, сочувствие и бескорыстную помощь, оказанную многострадальным переселенцам разных наций и сословий, изданных в прошлом веке из разных мест. Антигуманный транзит, в котором республика проявила и милосердие, и гостеприимство. Благодарить важно. Это признание, понимание, осознание и искренность. И благодарными лучше быть всегда, а не один раз в году. Пусть и не говорить об этом. А вот все те, кто высказались, далее в репортаже. 1 марта – праздник благодарности. В этот день граждане страны могут поблагодарить друг друга за терпимость и гостеприимство в те годы, когда многие были депортированы в Казахстан. Эта дата выбрана не случайно, так как именно 1 марта 1995 года была создана Ассамблея народа Казахстана по инициативе первого президента Нурсултана Назарбаева. Ассамблея занимает центральное место в системе государственной и национальной политики. Она включает в себя более 800 этнокультурных объединений. 1 марта в честь Дня Благодарности Аким области Ирмек Маржикпаев наградил граждан, внесших вклад в развитие региона. От всей души поздравляю всех с праздником, Днем Благодарности. В условиях политических трудностей, которые сейчас происходят в мире, крайне важно сохранить миролюбивое общество. Сегодня мы говорим огромное спасибо народу Казахстана. Спасибо не только от себя, но и татар башкирского коллектива. Здесь родились мои дети и внуки. Пусть в нашей стране будет мир. Выражаем слова благодарности Казахстану, казахскому народу. Мы всегда помним о добре казахского народа. Аким области Ирмек Маржикпаев провел торжественную встречу с общественностью. Граждане, внесшие вклад в социально-экономическое развитие региона и обеспечение мира и стабильности, были награждены благодарственными письмами. Каждый из присутствующих отметил значимость праздника Дня Благодарности. В этот день многие спешат сказать спасибо людям, оказавшим помощь в трудные минуты. В рядах таких граждан – волонтеры, полицейские, пожарные. Сегодня труд каждого оценивается по достоинству. Командир отделения специализированной пожарной части Евгений Ефремов за время своей работы спас жизнь более чем 40 людям. Как ни странно, и герои в своей жизни кому-то благодарны. Мы боимся, но боимся, в свое время пройдя в противопожарную службу, как и многие из нас, с одной мыслью приносить благо нашим родным, благо нашим окружающим, гражданам, нашим гражданам. Нам всего лишь навсего необходимы слова благодарности. Самой главной благодарностью для нас, конечно, является спасенные жизни. Это не секрет ни для кого. Ну и, конечно же, в этот день я хотел бы искреннюю благодарность выразить своим наставникам, ветеранам противопожарной службы. В ходе торжественной встречи обсуждались вопросы мира и толерантности, воспитания подрастающего поколения, улучшения инфраструктуры города. Без внимания не остались и события январской трагедии. Глава региона отметил сплоченность окмолинцев в тяжелые для страны моменты и поздравил граждан с праздником. Взаимопомощь и признательность всегда была доброй традицией наших предков. И сегодня я отмечаю, что это действительно добрый праздник. Мы чтим наш уникальный менталитет, основанный на культуре благодарности, и передаем ее как наказ нашим будущим поколениям. Мы выражаем благодарность, в первую очередь, представителям нашего старшего поколения. Мы сегодня провели со старшим поколением большое мероприятие до обеда. Наградили, поговорили, провели тоже, можно сказать, круглый стол. Большое спасибо хотим сказать нашим родителям, учителям, наставникам. Встреча завершилась награждением благодарственными письмами Акима области граждан, внесших весомый вклад в развитие региона. Александра Гауэрт, Медедка Аркенов, Амирко Шибаев, Копщиак, Парад. Всеверный день писателя во всем мире отмечается 3 марта. Как правило, в этот день в лучших книжных залах проходят церемонии, вручения различных книжных премий, встречи с мастерами пера. Однако важно понимать, что дата не про чествование поэтов и писателей, а на про свободу слова и защиту свободы слова. 3 марта – Всемирный день писателя. Создание произведений – тяжелый труд. Для этого необходим в первую очередь талант писательства, время и жизненный опыт. В реалиях современного мира писательская сфера постепенно развивается, воплощая в себе новые направления. Терек Житпискалиев начал свою писательскую деятельность с 5 класса. Уже тогда юный писатель почувствовал тягу к литературе. На сегодняшний день мужчина – уже известный писатель. В его творческой копилке немало произведений прозы и поэзии. А самое главное, отмечает писатель, все темы и проблемы, описываемые в них, взяты из личного жизненного опыта. Существует мнение, что современная молодежь не читает книги вовсе. Смотря на сегодняшний современный мир, меняются все и, соответственно, отношения к литературе. А также меняются подходы, направления стиля писателей. Поэтому считаю, что молодежь все-таки читает современные произведения, проявляет к ним интерес. В областной библиотеке имени Махжана Жумабаева в информационно-библиографическом отделе функционирует проект «Юнермен Омер». Главная задача – популяризация творческого наследия писателей области. В рамках данного проекта уже выпущено 60 электронных изданий. Что означает это? То есть традиционные книги библиотека оцифровывает и переводит в е-копии. Их возможно прочитать, пользователю доступны и удобны в использовании. Данные диски включают в себя несколько рубрик. В этом диске содержится биография писателя, материалы, которые есть в наших фондах библиотеки, а также периодические издания. С 2016 года функционирует информационно-просветительский центр «Алтан-Арка». С его помощью собираются труды всех известных писателей региона. Серик Джид Пискалиев является председателем данного центра. На сегодняшний день прошло уже 25 заседаний, каждое из которых посвящено творчеству определенного писателя. Необходимо отметить, что для перевода книг в электронный формат необходимо авторское согласие. Что дает читателю данные электронной книги? На сайте библиотеки можно будет обратиться к любой книге и прочитать ее на сайте, то есть в удаленном формате, не приходя в библиотеку. Естественно, мы заключаем авторский договор. Согласно авторского договора мы имеем право распространять только те книги, которые дал разрешение нам автор на публикацию в интернете. И у нас уже более 37 авторских договоров, которые заключили мы с авторами. Автор разрешил, чтобы читатель мог читать, не приходя в библиотеку, даже удаленно дома. Какую-то любую литературу о нашем местном авторе именно из Кокшетау и Акмолинской области. Среди известных писателей региона, которые уже заключили договоры, Голы Мусатай, Сайлау Кушкенула, Жабал Ергалиев и Каирбай Торигожа. Также сейчас готовятся электронные издания для Толигена Кожибаева. В центре на сегодняшний день проведено 25 заседаний, а также в рамках проекта «Онермен Омер» презентовано 60 электронных изданий. В электронные издания вошли биография, творчество, документы, фотографии, видеозаписи, книги и статьи авторов. Современные реалии заставляют приспосабливаться всех. Писатели здесь не исключение. Однако проблема издания книг всё же существует, как отмечают сами писатели. Сейчас проблемой является уменьшение тиража книг. Раньше книги выходили тиражом более 100 тысяч, а сегодня не превышает и 2 тысяч. Ещё одной проблемой является смешение любительской и художественной литературы. Это негативно влияет на общее развитие литературного процесса современности. Необходимо установить строгие рамки и не смешивать между собой жанры текстов. Литература – это ответственная деятельность, поэтому должна быть цензура. Нужно заниматься ею профессионально. Должна быть создана комиссия, которая будет регулировать эти моменты. Поэт-писатель – это творческая личность. В общем, внешне – это художник-личность. Поэт-писатель, как система национального бытия, в каком обществе не находился. Не только в определённом месте социального общества, но и через художественное произведение выражает своё отношение к эпохе как общества. А теперь роль писателей и поэтов была очень высока в советский период. Влияние тоже было очень сильным. Большая организация, объединяющая этих писателей, была Союзом писателей. С ним сочетался Центральный комитет. Когда речь идёт о любом общественном мнении, первое, что нужно услышать – это мнение писателей и поэтов. А сейчас я не могу сказать, что в современном мире такая же репутация. Как бы то ни было, писатель или поэт – он сын своего времени. В Акмольнской области 13 членов Союза писателей Казахстана. От каждого автора в Союзе ждут новых произведений. Дальнейшее развитие литературы региона отчасти на их плечах. Они порождают направленность литературного слова «вкус». Экспериментально-лабораторный молодёжный театр «Ельжастар» представил зрителю очередной спектакль по произведению Кирена Климовски «Мой папа». Оно переведено на казахский язык членам Союза писателей Казахстана, писателем-переводчиком Сериком Житпискаливым. Значимость семьи в обществе – главный мотив спектакля. Новая драма описывает роль отцов и детей. Актёры театра, не используя большого количества реквизитов на сцене, сумели донести до зрителей суть произведения глазами молодёжи. У спектакля есть свой глубокий смысл – отношение отцов и детей в современном обществе. В настоящее время модным стала тенденция на разводы и социальные проблемы в недоверии. Данное произведение учит нас верить в чудо. Это весомая драматическая постановка для молодого театра. Кроме того, данный спектакль является прекрасной возможностью усовершенствовать теоретические знания студентов на практике. Для молодого театра большая ответственность – донести произведение до зрителя и как можно точно. Месяцы напряжённой работы не прошли даром. Аплодисменты зрителей тому свидетельства. Сегодня новый стиль, новый жанр. Меня впечатлил этот спектакль. Отец настаивает на том, чтобы не быть равнодушным к воспитанию детей, не утрачивать свой отцовский принцип, статус, а ребёнок должен учиться строго по стопам отца. Писатель, произведение, театр. Связь этих трёх элементов налицо. Не существует писателя без труда, а театральной постановки без автора. А делается всё это для удовольствия и читателя, и зрителя. Агирим Бегенова, Марат Ахмеджанов, Жамбул Болтаев. Специально для Акмалабда. Кокшетау открылся Центр семейного воспитания и досуга. Это стало возможным благодаря инициативе отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта. Название говорит само за себя. Здесь вы найдёте ответы на вопросы, как сохранить свою семью, как сохранить семейные ценности, фишки воспитания детей, а ещё огромное множество кружков. Теннис, шахматы, рукоделие и многое-многое другое. Не будем раскрывать всех секретов. Зарина Бекалива с подробностями. В Кокшетау открылся первый в области Центр семейного воспитания и досуга Ахбосага, задача которого – помогать семьям, обратившимся за советом, разъяснять обществу значимость и хрупкость семейного очага. Печальная статистика – в стране растёт количество разводов. Акмонская область в лидерах по республике и занимает первое место по числу бракоразводных процессов. В целом, по итогу нескольких лет статистика разводов увеличилась в одну с половиной раза. По статданным, по области за прошлый год 997 супружеских пар расторгли отношения. Таким образом, семейные ценности рушатся и забываются из-за ежедневной рутины. Центр предназначен для всех семей города, желающих интересно творчески провести свободное время с близкими. На мой взгляд, такой центр сейчас очень нужен как шитаутцам, ведь наша главная ценность – это популяризация семейных ценностей, обычаев и традиций. Здесь наши старшие поколения дают советы молодым семьям. Также в центре работают советы матерей и отцов, кабинеты медиатора, психолога. Для желающих провести свободное время с пользой и интересом открыт зал аэробики, секция настольного тенниса, шахматный кружок и потогу с кумалаку. В задачу культурного заведения входит организация досуговой деятельности детей и родителей, а также популяризация национальных традиций и обычаев. Это не только для молодежи, но и для нас, для старшего поколения. Я думаю, что есть чем поделиться нам, людям старшего поколения, своим опытом, своими знаниями, своими традициями, народными традициями, своими такими практическими советами для молодежи, которые могут прийти сюда. Но я призываю и приглашаю сюда наших людей старшего поколения, потому что здесь есть очень интересные клубы, кабинеты. Я сам люблю играть в шахматы. Такой центр – прекрасная возможность для граждан. В зале аэробики, открывшемся в центре, желающих тренироваться, огромное количество. По словам хореографа, тренировки проходят три раза в неделю. Нет никаких ограничений для посетителей. Раз, два, три, пять. Занятие аэробики проводится для людей, девушки 50+. Программа рассчитана на восстановление мышечного каркаса и восстановление суставной жидкости. В центре функционирует кабинет медиации. Кокшит-аутцы могут задать свои вопросы по социальным, юридическим вопросам медиатору и получить консультацию. В данном учреждении работает кабинет медиации. Супруги обратились заключить медиативное соглашение по имущественному положению. То есть, таким образом, супруги хотят в будущем определить то имущество, которое будет приобретено во время брака или же в случае его расторжения. По словам организаторов, в ближайшее время центр откроет дополнительные кабинеты и увеличит количество кружков. Зарина Беккалиева, Сынах Наврузбаева, Дархан Мужбаев, Дидару Мирзак, Ахмула Абта. Международному женскому дню предшествовал Национальный женский день, который отметили в Соединенных Штатах Америки 28 февраля 1909 года в память о событиях предыдущего года – забастовке работниц текстильной промышленности в Нью-Йорке, которые требовали улучшения условий труда. А вот ежегодному празднованию Международного женского дня положила начало вторая Международная конференция социалисток, состоявшаяся в Копенгагене в 1910 году. Праздновать этот день предложила известная всем Клара Цеткин. Одной из целей была обозначена борьба за всеобщее избирательное право для женщин. Предложение получило единодушную поддержку более 100 женщин из 17 стран, однако дата празднования зафиксирована не была. До 1914 года в разных странах этот день отмечали в различные числа марта. А сегодня женщины свободны, имеют равные права с мужчинами. Современные женщины сегодня успешны и в политике, и в бизнесе. Современные женщины управляют самолетами, пароходами и автомобилями. Казахские женщины еще и коня на скаку остановят. Современные женщины успевают быть сильными на работе и слабыми дома. Наш следующий сюжет посвящен представительницам прекрасного пола. Смотрим. Женщина – символ красоты и нежности. В воспитании подрастающего поколения особое место занимают представительницы прекрасного пола. Они всегда с нетерпением ждут праздника весны, потому что в этот особенный для них день уважение и восхищение к женщинам возрастает. В преддверии праздника Акимобла Сирмек Маржикпаев вручил благодарственные письма представительницам прекрасного пола за особый вклад в развитие региона. Также вручены нагрудные знаки обладателям Алтыналха и Кумысалха. Елена Суслова – мать девятерых детей. Она сама родила шестерых и троих усыновила. По ее словам, у каждого ребенка есть свои плюсы и минусы. На торжественном мероприятии многодетной матери будет вручен нагрудной знак Алтыналха. У меня три сына и шесть дочерей. У каждого ребенка своя судьба. Мы много работаем для будущего наших детей. Я хочу, чтобы каждый из них стал честным гражданином и заботился о своей стране. Весенний праздник собрал множество красавиц. И каждая из них является примером. Дина Жуламан – сильнейшая спортсменка по боксу не только в Акмолинской области, но и по всему миру. Глава региона Ермек Маржикпаев уделил особое внимание ее достижениям. В свою очередь, гордость области поздравила всех представителей с прекрасного пола с праздником. Поздравляю всех дорогих женщин с весенним праздником, с праздником красоты, любви, возрождения. Хотелось бы пожелать в первую очередь крепкого здоровья, чтобы в глазах всегда светилось счастье. Рядом были любящие, сильные мужчины. Дорогие наши женщины, дорогие наши любимые женщины, позвольте от всего сердца поздравить вас с прекрасным праздником, символом весны и женской красоты, мира и созидания. Международным женским днем 8 марта. С праздником вас! Каждая из присутствующих не осталась без внимания. В честь прекрасной половины человечества звучали песни. На сцене выступали акмолинские артисты. Известный композитор, заслуженный деятель Казахстана, звезда эстрады Женес Сейдалула в преддверии праздника развлекал какшитавских красавиц. Пусть наши женщины всегда будут жизнерадостны. Желаю какшитавским красавицам всего самого прекрасного. Я желаю вам всего наилучшего в мире. На сегодня в каждой отрасли региона преобладает доля представительниц прекрасного пола. К примеру, около 20 тысяч женщин-предпринимателей в области занимаются своим делом. Из более чем 200 депутатов областного маслехата 85 человек – женщины. Кроме того, следует отметить, что 23 тысячи учителей и более 2000 представителей сферы культуры – тоже женщины. В рамках года детей в области открыт революционный центр «Хампорлок» на базе многопрофильной областной детской больницы, которую мы открыли перед Новым годом, где могут сегодня получить лечение более 600 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Конечно же, сегодня особые слова благодарности заслуживают наши женщины, женщины-фронтовики, труженицы тыла на своих плечах, вынесшие все тяготы нашей войны. Глава региона Ермек Маржикпаев специально посетил и поздравил с праздников ветеранов тыла и заслуженных работниц. Копея Дюсенова родилась в 1930 году. В возрасте 11 лет во время Второй мировой войны вместе с матерью сушила сыр, готовила напитки из ежевики, а затем отправляли на фронт. «Когда мне было 11 лет, началась война. Тогда начала работать. Я окончила 4 класса, повзрослев, вышла замуж, родила. Мой муж был хорошим человеком, 40 лет работал учителем математики и физики в школе». Учебу труженица тыла продолжила в вечерней школе. Многодетная мать воспитала 7 детей. В 1983 году получила звание Алтаналха. Сейчас у нее уже 18 внуков, 32 правнука и один праправнук. Любовь Жирнова 25 лет работала бухгалтером на заводе КДА. Общий стаж работы – более 40 лет. Глава региона лично поблагодарил женщину за преданность делу и вклад в развитие общественной жизни области. Ваша мама – великолепный человек, человек, который принимал участие в становлении нашей страны, активно принимал. Спасибо. Всем большое спасибо, всем благодарность большая. Ко мне ходит соцработник добрый, внимательный, спокойный. И хочу, чтобы в нашем Казахстане, как в январе месяце, чтобы никогда-никогда больше не было. На передовой чистоты города стоят работники Кухчета-Залок. Аким области отметил важность их работы, поздравил с праздником, поблагодарил за ответственное отношение к работе и вручил подарки. Вот как обычно в этот день, замечательный день, я прихожу в преддверии Великого праздника, Светлого праздника, Весеннего праздника, Международного женского дня 8 марта. Встречаюсь с вами. Желаю вам всем, как обычно, крепкого здоровья, мира, добра, благополучия. Воспитанницы дома мамы тоже не остались без внимания главы региона. На встрече девушки выразили свою признательность Акиму за внимание и поблагодарили. В свою очередь, Ермек Маржикпаев заявил, что все просьбы и пожелания молодых матерей обязательно будут учтены. Агирин Бегенова, Медед Кайркенов, Жамбул Болтаев. Кухшета уже наблюдаются очереди за тюльпанами. По статистике, 8 марта – один из самых доходных дней в году для владельцев цветочного бизнеса. Какой доход будет в этом году, расскажем в следующем выпуске. А я хочу поздравить вас, дорогие женщины, с этим прекрасным праздником. Мира, ваши дома, счастья и гармонии. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами ровно на неделю. Аман Саубонсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова